МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также я хотел бы отметить, что в ходе мероприятия состоится подключение нашей студии в Симферополе, где представители прессы смогут задать свои вопросы. Марина, здравствуйте. Симферополь, рад вас видеть. Здравствуйте, Александр. Спасибо. Здравствуйте, Максим Юрьевич. Я прошу вас, начнём нашу пресс-конференцию. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, на этой неделе состоялся правительственный час, традиционный отчёт Министерства транспорта Российской Федерации перед Государственной Думой. И я доложил, уважаемым депутатам, об итогах работы отрасли в прошлом году и обозначил основные задачи деятельности нашего министерства и всей транспортной команды в текущем 2017 году. Также отчитался о реализации основных стратегических проектов. И буквально пять минут в начале нашей пресс-конференции хочу сказать, что действительно транспортный комплекс в 2016 году показал стабильную работу. Мы прошли этот год достаточно уверенно, несмотря на все вызовы и непростую экономическую ситуацию. Выросли грузовые перевозки, грузооборот увеличился более чем на полтора процента. И, конечно же, в первую очередь всех волнуют вопросы, связанные с дорогами. Здесь мы можем охарактеризовать 2016 год как шаг вперед. Протяженность федеральных дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигла рекордной отметки 71% от всей протяженности наших дорог, более 35 тысяч километров в физическом объеме. И в 2017 году мы тоже будем планомерно приводить наши дороги в нормативное состояние, доведя эту планку более чем до 77%. Что касается нового строительства, то здесь хочу отметить, что введено было в эксплуатацию более 300 километров дорог, из них треть скоростные дороги, и в субъектах Российской Федерации приведено в нормативное состояние порядка 14 тысяч километров региональных и местных, и муниципальных дорог, и построено около 3 тысяч километров. При этом был реализован ряд очень знаковых проектов. В первую очередь, наверное, самыми крупными из них являются мосты. Были построены мосты в Великом Новгороде, в Татарстане через реку Кама у поселка Соройчий горы, в Удмуртии тоже через реки Каму и Камбарка. Это завершено строительство моста через реку Белая в Уфе. Но, конечно же, таким украшением, венцом этой короны, состоящей из мостовых проектов, является завершение проекта западного скоростного диаметра, самого крупного проекта государственно-частного партнёрства в Европе. Центральный участок был введён в эксплуатацию в конце года, и он представляет собой четыре моста в дельте Невы и тоннель под Васильевским островом. Помимо этого, прошлый год был первым годом работы системы «Платон», календарным годом. Система отработала достаточно уверенно. Как раз вчера председатель правительства встречался с перевозчиками, и они отмечали, что основные замечания к системе «Платон» были оперативно устранены, и система уверенно работает в штатном режиме. За счёт средств, поступающих в Дорожный фонд и направляемых на реализацию тех проектов, о которых я сказал, в том числе приведение федеральных трасс в нормативное состояние, нам удалось саккумулировать, высвободить в Дорожном фонде средства для направления их в поддержку субъектовых дорожных фондов. Именно субъектовые региональные трассы сейчас нуждаются в серьёзном развитии, поскольку, в отличие от федеральных, только 40% из них находятся в нормативном состоянии. И за счёт поддержки средств, в том числе полученных через систему «Платон», были отремонтированы более тысячи километров в 40 городах и регионах нашей страны. Вы помните, что в июле было дополнительно направлено 12 миллиардов рублей на строительство мостов. Один из них я называл, он как раз был достроен. Это мост через реку Кама, через реку Белая, в Башкортостане, столице Уфе. Дополнительно получили средства и Петрозаводск в Карелии на строительство Гоголевского путепровода, и Самарский мост, и мост Подмосковья в Дубно начал своё строительство. Эти проекты будут завершены в ближайшее время. Ну а Бурский мост в Нижнем Новгороде будет введён в эксплуатацию летом этого года. Также в этом году за счёт тех же источников мы увеличим финансирование и введём в эксплуатацию Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону через реку Дон. Ну и ещё ряд объектов, более чем в 20 субъектах Российской Федерации получили эту поддержку. И, конечно же, это было очень серьёзным подспорьем, я бы даже сказал, серьёзным шагом вперёд в не только приведении нормативного состояния региональных дорог, но и в безопасной эксплуатации тех мостовых сооружений, которые требовали неотложного ремонта, и развитии тех мостовых переходов, ну, ряд из которых уже в рамках прошлого года удалось завершить. Помимо прочего, в прошлом году был дан старт проекту «Безопасные качественные дороги». Это очень важный проект, который реализуется под гидой президента Российской Федерации. И здесь уже развернута работа в 34 субъектах Российской Федерации. Всего задействовано 37 городов, где проживает более 500 тысяч человек. И такой будет беспрецедентный охват территории, на которой живёт более 40 миллионов наших граждан. Эффект от этого проекта мы уже увидим в рамках этого года. Так, не менее 50% в этих городах дорог будут приведены в нормативное состояние за ближайшие к два года, 17-18, а до 25-го срока реализации этого проекта не менее 85. То есть, с учётом 6-летнего межремонтного периода практически вся сеть будет приведена в нормативное состояние в этих 36 агломерации. 37 городов, одна Самара-Тольятинская агломерация, она включает в себя два города вместе. И, конечно же, мы и в этом году будем уделять особое внимание именно развитию дорог. Самый главный наш проект в этой части – Керченский мост. В прошлом году он уверенно именовал точку экватора, и сейчас строительство идёт даже с некоторым опережением графика. Мы абсолютно уверенно заявляем, что в следующем году, как обещали всем, и президенту Российской Федерации, рабочее движение по автомобильной части моста будет открыто. Не менее важным с точки зрения связанности нашей страны является железнодорожное хозяйство. Дороги железные уже более 150 лет являются каркасом грузовой и транспортной системы. И здесь тоже можно констатировать, что, несмотря на падение темпов ВВП, объём грузов, перевозимых по железной дороге, хоть ненамного, но всё-таки вырос. Это во многом было сделано благодаря решениям правительства по сбалансированности финансовой модели деятельности российских железных дорог и сказалось в том числе и на пассажирах. Прошлый год был годом пассажира. Вот видите здесь на слайдах прекрасный проект, уже изображён Московское центральное кольцо. Это действительно уникальный проект, практически не имеющий аналогов в мире. Сегодня уже более 350 тысяч в пиковые дни привозят Московское центральное кольцо. И, помимо этого, было также введено более 440 километров железнодорожных трасс. Конечно, основные стройки тоже связаны с подходами к Крымскому транспортному переходу, но не только. Это и развитие БАМа-Транссиба, развитие Краснодарского железнодорожного узла, обход Украины, подходы к портам Дальнего Востока, в том числе строительство новой железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива в Баренцево море в Мурманске. Ну, а я об этом проекте скажу чуть позже. Говоря об авиации, очень всегда волнующая тема. И здесь тоже можно отметить, что период турбулентности мы прошли в прошлом году достаточно уверенно. Несмотря на номинальные показатели абсолютного количества пассажиров, они по отношению к 2015 году немножко снизились в пределах 4%, до 88,5 миллионов человек. Но всё равно при этом мы помним, что было закрыто три основных международных направления. Турция была открыта уже под конец туристического сезона, Египет и Украина пока так и остаются закрытыми для авиасообщения. А в совокупности эти направления давали 11 миллионов человек. Если прибавить к 88,5 миллионов, то получится почти 100 миллионов. По отношению к двум предыдущим годам, 2015 и 2016, когда мы перевезли 93-92 миллиона человек, соответственно, мы видим, что могли бы достичь этого роста. Но при этом рост мы всё-таки достигли в самом важном сегменте, в сегменте внутренних авиаперевозок. Мы наблюдаем повышение мобильности нашей населения внутри страны, развитие в том числе туристической привлекательности наших регионов. Этот рост порядка 7%, до 56 миллионов человек – это рекордные показатели за все предыдущие годы. Произошло это благодаря тому, что у правительства был целый ряд программ по поддержке субсидирования перелётов, помимо традиционных Дальнего Востока, Восточной Сибири, Крайнего Севера. Это и Калининград, и Симферополь, и программа по развитию региональной авиации. Всё это дало вот такой эффект. И мы сегодня первые два месяца наблюдаем уверенный рост, двузначный рост по объёме перевозки пассажиров и пассажирообороту наших авиакомпаний и аэропортов. Конечно, мы развивали аэропортовую инфраструктуру. Во многом, благодаря программе подготовки Чемпионата мира, были введены в эксплуатацию аэропорты в Волгограде, в Нижнем Новгороде, в Тюмени в самом начале уже этого года. Планируем в ближайшее время открыть аэропорт в Анапе для наших курортных направлений. Кстати, говоря о курортных направлениях, конечно, и Сочи, и Симферополь показали рекордные результаты более 5 миллионов человек и являются крупнейшими аэропортами после Петербургского и Московского авиационных узлов. Морской транспорт. Да, на слайде открыт аэропорт Жуковский. Это тоже такой знаковый был проект. Фактически, это четвёртый аэропорт здесь, в Подмосковье, и я уверен, что в этом году он выйдет на плановые показатели своей работы и будет серьёзным подспорьем для авиаперевозок и без того перегруженном в Московском авиационном узле. Теперь о морской составляющей. Были реализованы ряд проектов, в том числе заработал полную мощность порт Бронко в Санкт-Петербурге, но самое главное, что отрасль показала стабильные результаты роста, опять же, на фоне, в общем-то, некоторого общеэкономического снижения. Этот рост исчисляется почти 7% и достиг в абсолютных значениях оборот 720 миллионов тонн грузов. Это тоже рекордные показатели. Не забывали мы и о морских перевозках, пассажирских. Были открыты новые морские вокзалы в Мурманске, в Петропавловске, Камчатском. И Керченская паромная переправа, эта морская перевозка, тоже показала рекордные результаты. Более 6 миллионов человек было с 30% ростом по отношению к 2015 году, было обслужено паромами, работающими на этой переправе. Ну и, конечно же, говоря о задачах следующего года, здесь наиболее важные проекты, на которых мы будем концентрировать свое внимание, это проекты подготовки к Чемпионату мира по футболу. Мы должны завершить обустройство аэропортов и новых аэровокзальных комплексов во всех городах, которые будут принимать Чемпионат мира, завершить строительство новых взлетно-посадочных половоз, стоянок для самолетов. И эта работа идет, и идет, в общем-то, хоть и в напряженном, но в плановом графике. Помимо этого, это реализация таких стратегических проектов, как транспортные связи с Крымским полуостровом. Это не только сам Крымский мост, это и строительство подходов к нему, как на Таманском, так и на Керченском берегу, в том числе и дальних подходов. Соответствующая схема утверждена Министерством транспорта и в настоящее время реализуется всеми транспортными компаниями. Ну и, конечно же, это обустройство наших транзитных коридоров, таких как Европа, Западный Китай. Этот коридор будет включать в себя и центральную кольцевую автомобильную дорогу. Она уже в полном объеме реализуется, и я думаю, что этот год будет годом ускорения темпов реализации этого проекта. Это и переход к завершающему этапу обустройства трассы Москва-Санкт-Петербург. В этом году будут открыты два участка, обход Торжка и подходы к Великому Новгороду. Ну а также, конечно же, развитие трассы проекта БАМа и Транссиба. Здесь тоже проект, который реализуется с участием Фонда национального благосостояния, является одной из стратегий нашего роста. Ну, наверное, было бы интереснее ответить на ваши вопросы, дать время, поэтому я заканчиваю и переходим к вопросам. Спасибо, коллеги. Прошу вас, четвертый ряд. Девушка, есть вопрос? Так, и... Здравствуйте, Гульнар Зинурова. Добрый день. Гульнар Зинурова, это Артас. Максим Юрьевич, скажите, как долго будет длиться льготный период для системы Платон, когда возможно повышение до изначально запланированного 3.06? Спасибо. Ну, я понимаю, что этот вопрос всех интересует, поскольку только вчера председателем правительства было принято решение о продлении этого льготного периода. И действительно, мы видим, что по отношению к ранее заявленному тарифу, который составлял 3 рубля 6 копеек, этот тариф был снижен до 1 рубля 91 копейки. Сегодня соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства. И я думаю, что нам сейчас необходим определенный период времени, чтобы поработать в новых экономических условиях вместе с сообществом перевозчиков большегрузных автомобилей, понять, насколько именно этот тариф приемлем для той ситуации на рынке автомобильных перевозок. Ну и был высказан ряд других предложений, которые требуют проработки, в том числе вопросы, связанные с возможными скидками в случае больших пробегов автомобиля, достижения каких-то предельных пороговых значений. Ну, там надо посмотреть статистику, которую как раз и собирает система Платон и дает возможность анализировать рынок грузовых перевозок в нашей стране, и тогда уже на основе всего массива данных, их анализа, делать какие-то выводы о необходимости или целесообразности изменения этого тарифа и других условий работы системы Платона. Спасибо. Первый ряд. Прошу вас. Евгений Горчаков, строительство РОМ. Максим Юрьевич, скорее всего, пожалуйста. Перед дорожниками поставлена одна из задач – увеличить межремонтный срок до 12 лет, так как я понимаю, в два раза. Насколько дорожники готовы к этому технологически, в первую очередь и в вторую очередь финансово, потому что наверняка нужны изменения финансирования? И технологически, и финансово мы готовы. Причем мы предполагаем, что изменение подходов к межремонтным срокам, оно позволит, наоборот, даже сэкономить средства и направить их на реализацию других проектов, как развития, так и приведения в нормативное состояние дорожной сети. Это будет связано с определением типов ремонтов. Так мы планируем в большей степени сосредоточиться на капитальном ремонте и на текущем, и меньше использовать такую категорию, как ремонт, и как раз за счет этого увеличить общие межремонтные периоды. То есть, проще говоря, мы будем быстрее ремонтировать верхние слои асфальта, которые, как показывает практика, больше всего изнашиваются и в результате погодных условий, и условий интенсивности эксплуатации дорог, и чуть медленнее будем касаться самого нижних слоев основы дорожного полотна. И вот эта разблюдовка позволит нам и сэкономить средства, и увеличить межремонтные периоды на наших трассах, что, конечно, с одной стороны будет удобней, потому что дороги будут эксплуатироваться в более эффективном режиме, ну а для бюджета и для всех нас это будет намного дешевле. Спасибо. Симферополь, Марина, есть ли у вас вопрос в студии? Конечно, есть. Одну минуточку. Второй ряд, пожалуйста, вопрос. Максим Юрьевич, вопрос такой. У нас две недели назад на трассе Симферополь-Севастополь, это главная трасса между двумя субъектами, сошел оползень. Порядка 300 метров дорожного покрытия было разрушено, движение по трассе остановлено. Вчера правительство Севастополя признало ситуацию, чрезвычайной ситуацией природного характера, выделены деньги из резервного фонда. Хотелось бы спросить, поскольку Севастополь у нас очень популярный среди туристов город, и это главная дорога между двумя субъектами, вкуртили вы этой ситуации и успеют ли курортному сезону восстановить дорогу? Спасибо. Конечно, министр всегда в курсе всех событий, которые происходят в транспортной отрасли. Мы в контакте с нашими коллегами и взаимодействуем с транспортным департаментом, который возглавляет ТИТОВ. И хочу сказать, что на этой неделе мной проведена рабочая группа при правительственной комиссии по развитию инфраструктуры Крымского федерального округа, на которой мы обсуждали этот вопрос, и мной дано поручение специалистам Федерального дорожного агентства, нашего Росдорнии, ГУПа дороги России, выехать на место и вместе с севастопольскими коллегами обсудить, проанализировать ситуацию, потому что она еще находится в острой стадии, то есть события оползневые там еще происходят, и поэтому необходимо сейчас вмешиваться только контраварийными работами. А вот представить план, который бы исключил негативные воздействия среды уже в дальнейшем, и выработать определенные проектные решения, которые приведут эту трассу в нормативное состояние. Конечно, мы постараемся сделать это к началу летнего туристического сезона. Спасибо. Второй ряд. Прошу вас, девушек, вопрос. Елена Клебакина, Деловая газета, Бизнес Онлайн. Максим Юрьевич, я знаю, что недавно Олег Белозеров встречался с китайцами по поводу ВСМ, обсуждали железнодорожный транспорт. Вот скажите, пожалуйста, об итогах этой встречи, если вам известно поподробнее, и на каком этапе сейчас находится проект, когда мы все-таки его уже увидим хотя бы до Казани. Спасибо. Ну, не только Олег Валентинович Белозеров, как президент РЖД, регулярно проводят встречи с китайскими и не только китайскими партнерами по данному проекту. В Минтрансе действует... У нас сформирована совместная рабочая группа. Я, кстати, на прошлой, по-моему, неделе провёл заседание этой группы вместе с своими китайскими коллегами, заместителем председателя комитета по реформам и развитию Китая. И мы обсуждали текущие вопросы. Сейчас завершается проектирование этого проекта. Отдельные части уже передаются в государственную экспертизу для подготовки соответствующего заключения. Но в рамках этого года, этого периода, нам необходимо будет очень внимательно сделать матрицу рисков по данному проекту, определить источники финансирования и финансовую модель. Мы постоянно работаем над улучшением её параметров. Так, и это является определённым ноу-хау для дорог такого типа высокоскоростных магистралей железнодорожных. Мы пытаемся включить в эту модель не только пассажирское, но и грузовое сообщение, потому что расстояние достаточно значительное, и скорость прохождения контейнеров и других высоколиквидных, скажем, для железной дороги грузов, высокодоходных грузов, она будет увеличиваться при ночном использовании полотна этой трассы пассажирской перевозки. Всё-таки с такими скоростями осуществляется преимущественно в дневное время суток. Вот этот год мы будем работать и с нашими китайскими, и немецкими, и итальянскими, и другими партнёрами, которые заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, и французы тоже консультируют нас по модели ВСМ. Мы тоже внимательно следим за тем опытом, который есть во Франции, тяжелее дорог. И, конечно же, предложим правительству и руководству страны ту модель, которая может быть реализована в сегодняшних экономических реалиях, в том числе и в финансовых условиях. Спасибо. Первый ряд. Илья Серебрин, газета «Евразия Вести». Максим Ильич, расскажите, пожалуйста, о взаимодействии с коллегами по транспортному блоку стран Евразийского Союза, что даёт это взаимодействие России, и какие ещё проблемы нерешённые есть? Спасибо. Спасибо большое. Мы регулярно встречаемся с нашими коллегами. У нас подписан транспортный план, фактически объединение наших транспортных систем к 2025 году. Последняя встреча прошла недавно в Ереване, где мы, министры, министры наши обсуждали все вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием. Активно мы работаем с нашими коллегами по Евразийской комиссии, и здесь я хочу констатировать полное взаимопонимание. Да, есть много технических вопросов. Это, конечно, не просто сделать шаг и прийти к полному объединению. Есть вопросы, связанные с конкуренцией и с различиями в области пока ещё технического регулирования и неравными финансовыми, налоговыми условиями работы транспортных компаний, соответствия международным конвенциям. Это касается абсолютно всех видов транспорта и автомобильных перевозок, авиационных. В меньшей степени здесь вопросов к железнодорожному транспорту. Но вот в части речного сообщения здесь ещё вопросы остаются. Но мы, скажем так, уверенно, в спокойном режиме двигаемся к намеченной цели, и датой или годом, когда мы должны будем полностью реабилитировать наши транспортные рынки, является 2025 год. По каждому виду у нас подписаны соответствующие планы. Спасибо большое. Симферополь, есть ли у вас вопрос, Марина? Есть вопросы, Александр, спасибо. Максим Юрьевич, Крымское информационное агентство, Евгений Пересветов. Если можно, всё-таки два. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что система Платон в Крыму появится не ранее, чем федеральная трасса Таврида? Это раз. И второе, строит, продолжается ли строительство объездной железнодорожной дороги, которая минует Украину? И есть ли шанс, что она каким-то образом зайдёт в Крым? Спасибо. Спасибо, об этом уже речь была. Да, что касается объезда Украины, то этот проект, реализуемый на территории Ростовской и Воронежских областях, там, где сегодняшняя трасса железной дороги несколько раз пересекает границу, мы просто спрямляем этот участок. И это такой достаточно локальный, но важный проект, который в том числе увеличит скорость прохождения по данному участку. Мы его делаем уже на совсем другие технологические параметры. Что касается трассы Таврида, то она сегодня не имеет статуса федеральной дороги, да и вообще эта дорога находится под реконструкцией. Как раз вот в рамках рабочей группы мы обсуждали в том числе и вопросы по началу строительных работ. Напомню, проектные работы уже завершаются, и проект проходит государственную экспертизу на всём протяжении более 250 километров. Соответственно, подготовительные работы уже развернуты практически на всех участках этой дороги. И в этом году мы совместно с крымскими коллегами, я имею в виду и Республику Крым, и Севастополь, начнём активные строительные работы по модернизации этой дороги, которые в полном объёме завершатся в 2020 году. Но уже к моменту открытия Крымского моста основные участки дороги будут способны пропускать увеличившийся автомобильный трафик между полуостровом и остальной территорией России. Поэтому, поскольку дорога Таврида пока не имеет федерального статуса, соответственно, на неё не распространяются условия действий системы Платон. Спасибо большое. Второй ряд, девушка, прошу вас. Держать руку. Здравствуйте. Кудок, Анна Блаева. Максим Юрьевич, 19 марта была утверждена программа по этапной локализации в России производства подвижного состава для ВСМ. Уже известно, какие это будут поезда, какой подвижной состав будет взят за основу и когда начнётся строительство. Спасибо. По этой программе мы работаем пока с исключительно нашими китайскими партнёрами. Но для того, чтобы чётко определиться по составу и по тому типу подвижного состава, который будет использован на этой дороге, мы должны, конечно, принять решение о строительстве высокоскоростной магистрали, подписать соответствующее соглашение. Практически полная уверенность есть, что это будет проект государственно-частного партнёрства. И уже тогда, когда будет определён этот тип, тогда уже заниматься конкретными вопросами по его локализации. Потому что сегодня в мире существует несколько систем типа подвижного состава, как я уже говорил, и французский, и немецкий, и китайский, и ряд других. И, естественно, мы выберем тот, который будет в наибольшей степени соответствовать экономическим и финансовым параметрам этого проекта. Спасибо. Третий ряд. Девушка, прошу вас. Российская газета. Хотелось бы узнать, как будут контролировать деньги, которые вкладываются от Патона регионами. Будет ли в этом принимать участие Росавтодор? Будет ли какой-то мониторинг дорог? С какого всё-таки числа будет действовать новый тариф? Потому что все говорят о размере тарифа. Пока что будет ли он действовать с 1 апреля или срок будет отложен? И, возможно, финансовые какие-то показатели рассчитывалось, сколько при новом тарифе, возможно, будут сборы? Или этих показателей ещё нет? Нет, конечно, мы успели сделать первые оценки финансовые. Тариф, поскольку это внесение изменений в ранее изданное постановление, уменьшающее установленный им тариф 3 рубля 6 копеек, то этот тариф вводился с 15 апреля. Соответственно, и эти изменения коснутся этой даты 15 апреля. Как я уже сказал, тариф будет установлен на 1 рубль 91 копейка. И если экстраполировать на текущий год те данные и те средства, которые собрал Платон в 2016 году, то общий объём средств будет в пределах ориентировочно 23 миллиардов рублей по этому году. Как я уже сказал, средства, которые поступают из системы Платон в федеральный бюджет, они всё-таки расходуются на федеральные дороги для приведения их в нормативное состояние. И это позволит увеличить в этом году, в том числе вместе с существующим бюджетом дорожного фонда, протяжённость федеральных трасс, находящихся в нормативном состоянии, от планки 71% и, без того уже, так сказать, достаточно позитивной, до более чем 77%. Конечно, мы на своих федеральных дорогах, скажем так, окрасим или обозначим те участки, которые будут ремонтироваться в том числе и за счёт денег, собираемых системой Платон. Более того, мы дадим возможность перевозчикам проголосовать или подсказать нам именно те участки федеральных трасс, которые с их точки зрения требуют наиболее быстрого вмешательства. Ну и помимо этого, система Платон даёт возможность часть средств, которые высвобождаются в дорожном фонде, направить в том числе на реализацию региональных проектов. В основном это проекты строительства мостовых и реконструкции, и ремонта мостовых и уникальных искусственных сооружений, мостовых переходов. И ряд из них я уже назвал. Конечно, нужно будет и необходимо, наверное, будет сделать мониторинг кода этих проектов. Но в прошлом году часть средств, порядка 11 миллиардов рублей, была направлена на приведение в нормативное состояние дорог городов и регионов. Более 40, скажем так, точек приложения этих средств было, и общественный контроль был уже налажен в этих местах. Я даже знакомился с методиками, в том числе в Карелии были народные контролёры, проходили даже специальное обучение в дорожных техникумах, как необходимо осуществлять контроль за входом строительства этих дорог. Поэтому, если какие-то конкретные средства будут направлены в регионы в этом году, то, конечно, мы вместе с регионами обеспечим должный контроль за расходованием и публичный мониторинг за расходованием этих средств. Но в целом хочу сказать, что в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», которые реализуются в 37 городах нашей страны, вопросам общественного контроля уделено очень большое внимание. И мы создаём специальный портал и специальную даже систему взаимодействия с общественностью, которая будет позволять в открытом режиме осуществлять не только мониторинг, но и на стадии строительства, но и даже на стадии принятия проектных решений и выбора конкретных участков. Это уже делается, потому что конкретные программы развития транспортной инфраструктуры утверждены, и план работ на этот год у субъектов и муниципалитетов тоже имеется, и общественность уже приняла в этом активное участие. Спасибо. Извершающий вопрос. Девушка в первый ряд очень давно тянет руку, будет невежливым не дать ей возможность. Спасибо. Евгения Калида, журнал «Авиатранспортное обозрение». Если можно, у меня два вопроса. Очевидно, поверьте. Лучше один. Можете объединить. Прошу вас. Первый вопрос по ставке НДС. До конца 2017 года действует сниженная ставка НДС на внутренние перевозки для российских авиакомпаний 10%. Ведется ли правительством сейчас какая-то работа по пролонгации этой программы, и все-таки, может быть, обсуждается вопрос обнуление ставки НДС? Есть ряд предложений. Их проработка находится в самой начальной стадии, поэтому я не буду их анонсировать. В целом мы видим, что ситуация стабилизировалась, в том числе и за счет этой нормы, поддержанной правительством и Государственной Думой. Соответствующий закон был подписан президентом. И, как я уже говорил, первые месяцы работы авиационного комплекса показывают очень неплохие результаты работы. Рост в среднем на 15% и по пассажирообороту, и по количеству обслуживаемых пассажиров, и показатели растут по занятости кресел, что очень важно. Это говорит об эффективности работы авиакомпаний. Но все равно мы такие предложения уже прорабатываем в Министерстве транспорта и представим в течение этого года в правительство Российской Федерации. Спасибо, уважаемые коллеги. Благодарим, Максим Юрьевич, за уделенное время. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. Коллеги, Максим Юрьевич, очень плотный график. Я прошу сейчас его не оставлять. Хорошо. Да, не держать. Спасибо.